Продолжение следует... Значит, немножко другая часть. Сегодня у нас компьютерное моделирование на службе стелс. Значит, меня зовут Миших Николаевич, я просчитаю эту лекцию, такую вводную, обзор по поводу тоже стелс-технологий. Ну, сначала пару слов о том, как вообще выглядит, в принципе, современная наука, что современные ученые используют. Ну, понятно, используют, конечно же, вычислительные методы, численные методы, вычислительные мощности. Можно услышать довольно часто расчеты на кластеров, гонка за, так сказать, большими мощностями. Ну, также, естественно, современные измерительные установки, современные оборудования, позволяющие проводить высокоточные измерения различные. Ну и, соответственно, если говорить про направление деятельности, то, конечно же, они определяются потребностями общества. Это, может быть, так пафосно звучит, вопросы выживания общества и государства, но, тем не менее, это действительно так. То есть это и стратегические вопросы, и, значит, вопросы стратегические с точки зрения энергетики, каких-то биотехнологий, и стратегические с точки зрения просто, действительно, выживания государства, с точки зрения, там, обороны, может быть, и так далее. Соответственно, конечно, бурное развитие получают те направления науки, которые, в общем-то, на стыке идут нескольких вещей, на стыке науки, технологии, которые могут довольно быстро что-то воплотить в жизнь, какие-то конкретные реализации получить. И стелс, конечно, одна из этих вещей как раз. Значит, что такое стелс? Ну, наверняка многие из вас слышали, что такое стелс, слышали что-нибудь про самолеты в невидимку пятого поколения, там, американские самолеты, у нас вот сейчас тоже, все-таки недавно появился такой самолет. Ну, стелс-самолеты, там, или, там, корабли, или еще какие-то объекты, это, конечно, не только. Не все, что бывает в стелс, да, бывают еще другие объекты, там. Но что хочется сразу же сказать, что вот эти все плащи-невидимки, там, и прочее, все это имеет определенный диапазон действия. То есть, на самом деле, стелс – это не что-то такое, вот, значит, невидим, и все, и нет этого самолета, например. А на самом деле, речь, конечно, в настоящей жизни все устроено немножко сложнее, и оно является невидимым только в каком-то диапазоне частот, поэтому, чтобы сделать, значит, допустим, что-то там невидимым, какой-то объект малозаметный, нужно, во-первых, определить диапазон частот, где мы хотим его сделать невидимым, определить, значит, те ракурсы, под которыми у нас будет наблюдаться данная невидимость, да, потому что, опять же, сделать все-все-все невидимым невозможно, и определить для себя какие-то пределы, когда мы будем считать, что, значит, мы достигли невидимости, да, потому что, ну, тоже, опять же, у всего есть предел, у всех, значит, точностей есть предел, и когда-то любая невидимость все равно будет обнаружена. Вот. Ну, и, значит, для этого есть разные способы решения, это модернизация геометрии наших объектов, таких, чтобы они как раз удовлетворяли описанным высшим требованиям, это использование специальных материалов, ну, и так далее. Значит, ну, теперь, собственно, перейдем к первой части лекции, общее замечание о стелс, вообще. То есть, чтобы поговорить о стелс, надо сначала пару слов скажу о том, что такое радиолокация, потому что стелс-объекты, в первую очередь, всегда, конечно, понимают стелс-самолеты, или там, ну, все-таки стратегическое направление. В первую очередь, это так. Поэтому, значит, что такое радиолокация? Область, ну, здесь приведено у меня некое определение, значит, область радиоэлектроники, значение которой является обнаружение различных объектов, измерение координат и параметров движения этих объектов, а также оценка их свойств, причем использование радиоволны. Значит, ну, и там, в принципе, радиоволны используются, естественно, да, то есть, по которому определяется, что как раз вот там-то летит самолет и летит туда-то, в таком-то направлении, да, то есть на таком-то расстоянии от РЛС, РЛС, а, собственно, радиоволюционные системы, устройства, которые, конечно, решают, значит, радиоволюции. И они, как раз обнаружили, что вот там-то летит, значит, самолет, там движется какой-то корабль, там, танк или еще что-то, да, вот, а STEMS-технология – это техника создания малозаметных объектов, значит, в условиях их наблюдения, да, то есть то, что как раз делает самолет невозможным обнаружить для радиолокатора. Значит, какие диапазоны используют вообще, что нас будет интересовать, какие длинные волны, чтобы понимать, да, потому что в электродинамике всегда есть размерный параметр – это длина волны, поэтому у нас все, как бы, от них всегда отплясываем. Значит, диапазоны волны, которые используются, они, как бы, определяются, в общем-то, не тем, что вот мы захотели и, там, сделаем то-то, да, оно определяется, значит, тем, что в нашей атмосфере окна прозрачности, они, значит, на определенных частотах существуют только. Ну, здесь приведено, значит, какие частоты радиопрозрачные, и, соответственно, в них, конечно, и используются РВС, навигация, локация, и, соответственно, от этого никуда не деться, не в этих окнах все равно будет. Ну, вот здесь разные примеры РВС, что такое, как они выглядят, там, значит, да, для разных частот, разные станции, вот. Ну, сама станция – это тоже, как бы, отдельные такие вещи, да, они могут быть огромными, могут быть, в принципе, не такими большими. Здесь просто такие наиболее заметные РВС представлены. У них, кстати, разные задачи. Одни работают на поверхностных волнах, здесь стоят там вдоль морских берегов, например, да. Другие волны работают на отражение от ионосферы, некоторые волны работают, просто там, станции работают на коротких волнах и, значит, без отражения от ионосферы напрямую. Ну, зависит от назначения. Ну, мы сейчас углубляться в это не будем, потому что нас больше интересуют все-таки, ну, вообще говоря, значит, стелс, и больше в этой лекции будет интересовать моделирование различное, моделирование стелс-объектов и все, что связано со стелс-объектами, да. Поэтому сильно углубляться в сторону локаторов не будем. Тем не менее, некоторые параметры нам нужно все равно ввести, чтобы понимать, а что, собственно, мы хотим моделировать, да. Чтобы моделировать, надо понимать, какую величину мы будем моделировать. Вот эта величина, которая определяет, как раз, заметность, Эта величина называется ЭПР, это эффективная площадь рассеяния, это называется поверхность рассеяния. Значит, эта величина как раз определяет то, заметный объект виден он на локаторе или нет. Значит, данная величина, вот она здесь, я выделил ее такой красный квадратик, она находится в уравнении радиолокации. Ну, сейчас не будем вдаваться, что там уравнение радиолокации еще есть, но понятно, что там, естественно, речь идет о принятой мощности сигнала локатора и испускаемой мощности локатора, да, то есть локатор принял, локатор спустил волну, она как-то там рассеялась, дошла там до объекта, рассеялась на нем, исходя из свойств объекта, и локатор ее принял. Вот эти мощности связаны между собой, в том числе в зависимости от ЭПР-объекта. Вот. Значит, таким образом, заметность объекта определяется его формой, ну, диапазоном частот, который мы будем смотреть на него, разных диапазонов он может быть, каких-то может быть заметен, каких-то не заметен, да. Используемым материалом. Сразу хочу сказать, что здесь, конечно, важны не только там какие-то современные материалы, но просто, условно говоря, если вы сделаете деревянный самолет, он, конечно, будет мало заметен, в принципе, на локаторах, да. Другое дело, что он далеко не улетит, наверное, но тем не менее. Вот. Значит, технологии производства – это тоже важно, потому что, вот, на самом деле, вот еще в эпоху Второй мировой войны, например, было такое прямо кардинальное решение, ну, немножко до 30-х годов, было решение, которое вообще-то очень существенно, как оказалось, повлияло на аэродинамику, значит, летательных аппаратов, когда стали использовать головки, ну, болты с потайголовками, да, то есть, которые не шляпками торчали, а откручивались полностью, казалось бы, мелочь, но, тем не менее, это, вообще-то, сильно повлияло на аэродинамику летательных аппаратов тех времен, поэтому это вот, как бы, тоже такие мелочи тоже важны. На самом деле, технологии – это, в общем-то, тоже не мелочь. Оснащение электроникой, что под этим подозревается? Ну, на самолетах всегда есть и, там, других объектов, которые должны двигаться, у них есть антенны, например, да, а антенны – это что означает? Ну, какая-то должна быть все-таки, значит, когда-то излучать, что-то с кем-то связываться, да, естественно, это тоже влияет на заметность объекта. Вот, ну, в целом, заметность объекта является индивидуальной характеристикой именно данного объекта, определяется его ЭПР. Ну, здесь вот есть, чтобы, значит, было, так, как-то примерно понятно, да, что, какие вообще значения ЭПР достигаются. Значит, если, вот, знаменитый стелс-самолет F-117, да, который, там, в Югославии избили, он имеет ЭПР, собственно, совсем небольшой, здесь вот написано, там, порядка 1-100, ну, точно никто не знает, конечно. То есть, вот, значит, ну, вот это то, к чему стремятся, да, самолеты пятого поколения должны иметь ЭПР именно, примерно, такого формата, да, то есть, ЭПР узкий, условно говоря. То есть, как этого достичь? Ну, просто так это все не сделаем, да, нужно все-таки в этом, в этой отрасли тоже есть какие-то свои законы, законы, которые нужно соблюдать, значит, ну, во-первых, они, в принципе, такие довольно простые и исследуют из фундаментальных законов электродинамики, ну, в общем-то, принципы стелс-технологий можно назвать следующие, да, значит, во-первых, измерение формы объекта не обеспечивает его малозаметность во всей сфере углов наблюдения объектов, то есть мы всегда выбираем именно наиболее опасные сектора, которые будем уменьшать заметность. Дальше уменьшение заметности может быть существовало лишь некоторых секторов углов наблюдения или секторов частот, и снижение отражательной поверхности объекта зависит от того, где он находится, в свободном пространстве или над каким-то другим проводящим поверхностям. Ну, и, словно говоря, корабли на морской глади, это нужно учитывать, что от морской глади отражается еще один корабль, только перевернутый снизу, вот, и это видно на локаторе в том числе тоже. Значит, и еще по уровню проработки стелс отличаются обычный, обычная стелс-технология и глубокая. В чем они отличаются? Значит, обычная стелс, то есть берется самолет, там, предыдущего поколения, и на нем, значит, условно говоря, напильником все, что могут, выпиливаются. То есть, ну, там чуть-чуть где-то подрихтовать геометрию, что-то какие-то вещи завесить, значит, покрытиями, которые будут поглощать волну. Ну, значит, немножко где-то там подпилили, тут, значит, подделали. Это вот обычная стелс, то есть то, что уже с готовыми объектами можно что-то сделать. Глубокая стелс отличается от обычной тем, что это еще на этапе, начальном этапе проектирования, когда, там, допустим, самолет создается или там какой-то другой объект, да, у него вместе с, там, аэродинамикой или гидродинамика, еще какими-то основными параметами, у него сразу же есть требование по заметности. То есть он сразу же, его конструкция изначально разрабатывается с учетом того, чтобы он был невидим на радаре. Суть в этом. Так, ну, теперь давайте немножко ближе к делу, значит, это вы просто про стелс поговорили, теперь, значит, что-таки, причем здесь моделирование, где оно там задействуется в стелс-самолетах, проектирование стелс-объектов и зачем. Значит, разработка стелс-объектов, ну, можно нарисовать примерно следующую схему. Значит, во-первых, сначала определяются наиболее опасные, углы обзора, да, наиболее опасные направления. Для самолета, например, это такие углы. Ну, понятно, что самолет летит с земли, чтобы его не было видно, это самое главное, да, или там корабль, тоже там какие-то сектора конкретные для него наиболее опасные. Значит, сначала надо определить сектора, которые являются театрическими. Потом, значит, исходя из этого, разработка внешнего облика объекта, да, чтобы как-то минимизировать заметность именно в этих секторах. И вот здесь как раз подключается на этом этапе численное моделирование. Без него никуда в современной науке, как я уже сказал. Соответственно, здесь нужно рассчитать, помимо основных каких-то параметров, допустим, для самолета, это его аэродинамика, да, помимо аэродинамики нужно еще сразу же просчитать, а какая же, ну, что там с точки зрения заметности происходит у этого самолета. И вот это, на этом как раз этапе подключаются численные методы, подключаются моделирование. Потом, значит, возникает поиск компромиссных решений, компромиссных в том смысле, что, как правило, точки, значит, что требует аэродинамика и что требует электродинамика, они немножко не совпадают, да, то есть аэродинамика, значит, говорит, там, сделать так-то, а с точки зрения заметности нужно, значит, чем-то пожертвовать. Ну, вот обычно поэтому поиск каких-то компромиссов, чтобы удовлетворить всем требованиям. Вот, и, соответственно, дальше, конечно, идет оптимизация, и снова опять какие-то расчеты дополнительные. В принципе, на каждом этапе есть, так или иначе, подключаются какие-то численные расчеты, численные методы в основном. Ну, об этом говорим попозже. Говорим, почему мы начисленные методы. Вот, значит, контроль требований к заметности стезобъектов осуществляются там двумя способами. Это, с одной стороны, значит, расчетные есть требования, которые говорят сразу, что да, это нам подходит, но всегда есть еще эксперимент. Почему? Значит, современные расчетные методы, они, вообще говоря, позволяют довольно точно рассчитать характеристики объекта, особенно все, что касается чисто металлических объектов. Вот, все, что касается проводящих каких-то поверхностей, проводящих частей самолета, здесь особо никаких натурных экспериментов не требуется. То есть, достаточно просто взять, значит, компьютер и просчитать. Вот в этом как раз и сила современного моделирования, почему оно сейчас очень популярно и используется во многих, значит, институтах, которые так иначе с этим работают. Но в то же время все равно требуется какое-то покрытие, какие-то, значит, дополнительные материалы на самолет, как правило, какие-то еще дополнительные требования. И вот тут уже не обойтись. Смоделировать это можно, но всегда возникает вопрос, когда речь идет о каких-то, значит, материалах, кем-то разработанных, а насколько они соответствуют тому, что вообще считалось. Вот, поэтому тут уже возникают, значит, всякие вопросы и без эксперимента никуда. Соответственно, конечно, происходит, значит, и экспериментальные исследования, и, значит, численные исследования, исходя из этого, там, различные доработки объекта. Значит, как вообще решаются задачи обычно? Значит, ну, весь, такие стелс-объекты, как правило, очень большие. Их, конечно, целиком посчитать довольно сложно, поэтому тут, значит, происходит как деление объекта на отдельные части, вот я здесь, значит, немножко упустил. Требования выставляются к отдельным частям, ну, допустим, просто самолет, да, какие-то там, отдельные части, воздухозаблонник там или еще что-то. Требования к ним, ну, и, соответственно, при моделировании уже говорим, что вот там получается столько, да, много это или мало, можно посмотреть, да? Вот. Соответственно, решение задачи в строгой постановке, ну, оно требует огромной признанной мощности, несмотря на то, что у нас теперь есть очень большие кластеры, кластеры распространены, много где существуют такие большие мощности. Тем не менее, просчитать объекты настоящие в натурную величину, это абсолютно невозможно строгими методами. Значит, поэтому идут на компромиссы, значит, какие-то отдельные части считают строгими методами, какие-то части считают приближенно. Ну, вот мы как раз в этой сегодняшней лекции поговорим на тему, что такое строгие методы, что такое приближенные, когда, что нужно использовать и так далее. Ну, и, естественно, раз уж у нас тем более есть какая-то декомпозиция, значит, то, конечно, нужны тем более важность экспериментальной проверки всего этого дела. Ну, про экспериментальную проверку вам как раз на прошлой лекции неделю назад говорили. Значит, чем определяется выбор тех методов, которыми мы будем рассчитывать объекты? Ну, это определяется, как я уже сказал, в этой динамике всегда есть размерные параметры, как длина волны. Соответственно, выбирается тем, что по отношению к длине волны, какой объект он, значит, в длинах волны большой или в длинах волны маленький. Если размер объекта, он очень большой, в длинах волны, то можно, значит, использовать отличные приближенные методы, которые не очень точны, но зато позволяют как-то относительно быстро получить какой-то ответ, и, причем, этот ответ, пусть он там не всегда правильный, но в каких-то случаях он вполне правильный и пригодный. Значит, если объект очень маленький, то там, к сожалению, такие методы не работают. Надо считать уже строго. Это, как правило, долго и требует больше высшительных мощностей. Ну, и там есть какие-то промежуточные случаи, когда уже там по-разному, да, может быть, ситуация. В зависимости от требований, от времени и так далее. Значит, при моделировании, значит, помимо того, что мы сначала выбрали длину волны какую-то, исходя из нее, значит, и рассуждаем, какие методы мы можем использовать в данном случае, да. Дальше еще. А что мы еще можем сделать? Вот нам принесли какой-то очень непростой стерс-объект, у которого, значит, он весь такой угловатый, весь неровный, шероховатый. Что мы должны с ним делать? Значит, при моделировании чаще всего происходит какое-то упрощение геометрии, например. Чем-то пренебречь можно, чем-то пренебречь нельзя, не стоит, да. Опять же, в каждом конкретном случае, смотря на что мы хотим, да. Но зато здесь вот показаны в качестве примера, да, значит, форма тела. Если форма тела смоделировать, вот, значит, такой, ну, здесь разные, значит, как тело вращение или как не тело вращение, там, другими способами, то от этого зависит, собственно, величина, которую мы получаем. И ошибка, видите, разность вот этих тревых, она довольно сильная. Довольно сильная разность. То есть, ну, как бы, получается, что характеристики сильно зависят от того, что мы моделируем. Иногда это не так страшно и чем-то можно пренебречь. Иногда это, ну, будет, приводит к существенным ошибкам и с такой геометрией уже ничего получить нельзя. Поэтому тут тоже при проектировании, при моделировании, вернее сказать, телособъектов всегда начинают смотреть на то, насколько адекватно мы его можем помоделировать. Дальше. Также нужно учитывать, ну, значит, в наших моделях, что объект, допустим, он стоит, его можно просто взять, эту детальку какую-то, да, телособъекта и рассматривать отдельно. Или все-таки нельзя. Или у него там поблизи какая-то поверхность проходит, там, вблизи еще что-то. Вот как здесь, например, антенки стоят, да, но они не просто так, они, во-первых, вместе, купом, а во-вторых, еще и у них возле находится проводящая поверхность. И это, соответственно, сильно меняет дело, да, то есть когда диполь стоит просто, или когда диполь стоит на проводящей поверхности, ну, совершенно разные диаграммы излучения. Так, значит, следующая часть, мы поговорим про задачи исследования, то есть чтобы все-таки перейти к полноценному моделированию, надо еще понять, а что мы все-таки будем моделировать, да, какие параметры. Вот мы уже сказали про ЭПР, да, очень хорошо. Ну, есть на самом деле не только ЭПР, и ЭПР тоже есть в разных вещах, в разных, как бы, вариантах, да, поэтому вот надо как раз это иметь в виду, и, ну, сейчас тоже немножко придется нам затронуть эту тему. Значит, задачи, какие задачи исследуются, значит, нахождение характеристик рассеяния объекта, то есть это, помимо, собственно, ЭПР, есть еще ДОР, значит, ну, диаграммы, собственно, диаграммы рассеяния, да, объекта. Вот сейчас как раз расскажу, что это такое. Дальше, нахождение экстремийских параметров материалов, то есть коэффициенты отражения и поглощения материалов. Если материалы используются на, там, стерс-объекте для прокрытия, то, конечно, важно понимать, какие у них характеристики, собственно, да, вот. Также для антенн они тоже часто моделируют, часто присутствуют для стерс-объектов. Их тоже нужно моделировать какие-то их характеристики, их главные характеристики это диаграммы направленности коэффициент усиления, ну, тут тоже некоторые слова сказаны на эту тему. Значит, эффективная площадь рассеяния, ну, у нее, во-первых, есть еще другое, значит, определение, помимо того, что это некая величина, которая там стоит в уровне радиолокации, значит, это можно еще и представить как площадь фиктивного рассеивателя, установленного на место целей, рассеивающего энергию, равномерного пространства, которое, значит, создает в месте приема такую же плотность потока энергии. ну, то есть, это, опять-таки, именно эквивалентность мощностей, да, принятая мощность, опять же, вот этот термин возникает, да, значит, диаграмма рассеяния, это, собственно, зависимость ЭПР от ракурса, под которым мы видим век, и диаграмма бывает двух типов, однопозиционная и двухпозиционная. В чем разница? Однопозиционная диаграмма, когда и источник, и приемник находятся в одной точке пространства, тогда это диаграмма обратного рассеяния, ДОК. А вот если они разнесены, источник и приемник, то это диаграмма, это двухпозиционная диаграмма, диаграмма, ребистатическая диаграмма рассеяния, соответственно, мы, когда говорим про какие-то рассеивающие свойства объекта, будем иметь в виду и его, значит, или диаграмму обратного рассеяния, или диаграмму группозиционного рассеяния, в общем случае, да, если это нужно, хотя РЛС по большей части, все-таки пока что работают на обратном рассеянии, поэтому это немножко более важная вещь на сегодняшний момент, хотя вообще-то сейчас, опять же, дистатические радары активно исследуются, активно создаются, даже есть на самом деле заработающие радары, то есть это получается два радара, которые связаны, вот находится один радар, второй радар, да, и они, значит, связаны между собой, значит, через специальную там систему, и, соответственно, могут наблюдать цель, одновременно, из одного радара волна выбежала, а в другой прибежала, другой знает, что вот здесь надо принять сигнал. Это уже как бы усложняет ситуацию для стелс-объектов, но зато вот позволяет лучше защитить себя как раз от таких непредвиденных ситуаций, когда какие-то стелс-самолеты летают на границе, да, условно говоря. Вот, так, значит, про диаграммы России, ну, диаграммы России не будем так очень подробно, но, кстати, еще одно направление деятельности по поводу этих диаграмм, хочется сказать. Диаграммы, вообще говоря, значит, диаграмма обратного России не является, по сути, только частным случаем другопозиционной диаграммы России. Поэтому, раз это частный случай, то они, конечно, должны быть вообще-то между собой связаны. И в некоторых случаях можно, соответственно, из другопозиционной диаграммы вернуть диаграмму обратного России. Ну, вот есть такие теоремы эквивалентности, которые, как раз, говорят о том, что это вещи на самом деле связаны. Теорема Криспиана и теорема Кева связывают эти параметры. Ну, здесь есть такие, не совсем простые понятия, как центры рассеяния. Ну, как раз, суть в том, что двухпозиционную диаграмму, которая наблюдается, да, под некоторым биостатическим углом, можно, в общем-то, вернуть, то есть, условно говоря, вот здесь было, да, значит, у нас есть здесь приемник, здесь передатчик, и какой-то, вот мы получили какое-то значение диаграммы двухпозиционной, да. Вот из этого значения, в принципе, можно вернуть во многих случаях значение обратного рассеяния на биссектрисе этого угла, на биссектрисе вот этого угла. Вот. Ну, это тоже, как бы, такая длительность, которой, в принципе, иногда пользуются. Так, помимо ЭПР, о которых мы уже несколько раз говорили, есть еще понятие интегральный ЭПР. Значит, ну, это, собственно, просто интегральный христиан, та же самая сигма, ну, уже во всей сфере Урл-Оффиса проинтегрировать, вот она и будет. Ну, я, наверное, останавливаться на ней особо не буду. И разве что еще вот теорема о среднем значении ЭПР, среднее значение дифференциальной моностатической ЭПР для идеально проводящего выпуклого, здесь важно, что оно выпукло, должно быть тело больших по сравнению с земной волной размеров, промеженно равно одной из черных площадей пояса этого тела. Ну, это, на самом деле, речь идет о геометро-оптическом пределе. То есть, в пределе геометрической оптики у нас получается, что просто, значит, тело стремится к своему, площади своего сечения. Ну, это не всегда так, а это именно в пределе, когда частота очень большая, то есть, длина волны стремится к нулю. Теперь, значит, моделировать характеристики материала. Ну, характеристики материала – это что такое? Это коэффициент отражения и преломления. То есть, у вас, в принципе, еще со школы знакомы, наверное, нам формула Френеля. Вот, то есть, волна падает на границу, частично преломляется, частично отражается. Вот эти все характеристики, как она отражается, как преломляется, и это все тоже важно при разработке различных материалов, которыми можно там покрыть, допустим, какие-то части конструкции. Вот, значит, соответственно, коэффициенты преломления, они зависят, естественно, от поляризации падающей волны, по-разному себя ведут для одной поляризации, потому что есть, собственно, для одной поляризации есть угол блюстера, для другой поляризации нет угла блюстера. Угол блюстера чем характеризуется? Тем, что коэффициент отражения на неком угле ровно 0. Этим, опять же, тоже можно пользоваться, да, что под определенным ракурсом данный материал не будет виден вообще, он не будет ничего отражать, это будет очень хорошо, но это только одна поляризация. К сожалению, все-таки в радиолокации используются обе поляризации, поэтому он тут далеко на этом эффекте не уедешь. Но, тем не менее, этот эффект тоже важно присутствует. Помимо, собственно, коэффициентов отражения, для создания различных материалов, также нужно и их моделирование, нужно знать их диалектические магнитные проницаемости, то есть параметры среды. Как правило, материалы, которые используют, они считаются однородными и имеют некие параметры материала, зависит от частоты. То есть от частоты они меняют свои значения диалектической проницаемости, эпсилон. Собственно, это частотная дисперсия, ей подвержены все материалы, причем есть материалы широкополосные, которые, может быть, относительно слабо меняют эпсилоны, а есть материалы резонансные, которые специально сделаны, это неспециальные конструкции, допустим, метаматериалы, об этом тоже, может быть, какие-то лекции будут рассказывать. Они именно в узкой полосе частот очень сильно меняют свои значения проницаемости, и там, наверное, переходят через ноль, и, в общем, это обладает интересными свойствами, в частности, также используются в качестве поглотителей. Ну, это уже как бы отдельный плюс. Но это, опять же, нам в качестве сегодняшней лекции, нам интересно, что такие материалы тоже приходится иногда моделировать их параметры. Ну, и также характеристики антенн, как я уже сказал, да, нужно это моделировать, потому что, скажем, самолет, ну, какой бы ни был стелс-самолет, если у него на борту нет антенны, то он никуда не уедет, из навигации никуда. Вот, поэтому, значит, какие характеристики антенн смотрит? Есть такое понятие, как эффектно-направленного действия антенны, это отношение квадрата модуля напряженности поля, создаваемого антенна в данном направлении, к среднему квадрату мощности, и, соответственно, если зависимость вот этого параметра, параметра КНД от угла, это и диаграмма направленности. Диаграмма направленности – это главный параметр антенны, то есть она определяет, что антенна светит в таком-то направлении, там у нее главный лепесток, а боками она, допустим, ничего не видит, или у нее есть какие-то боковые лепестки, которым она тоже может взаимодействовать как-то. Это тоже важный момент. Ну и есть там еще коэффициент усиления, то есть если антенна слабо усиливает сигнал, то она слабонаправленно, получается, в нее надо подводить большую мощность, чтобы излучить сигнал, а сигнал расходуется неэффективно, рассеивается во все стороны. Соответственно, вот этот коэффициент усиления, он показывает, насколько вообще эффективна данная антенна. Антенна, все-таки, призвана усилить сигнал в каком-то направлении. Вот здесь, кстати, показано на слайде как раз вот некая антенна и ее диаграмма направленности. Не ее, это не ее, но все равно просто как типы диаграммы направленности, что это такое. Так, ну вот теперь мы, наконец-то, добрались уже все-таки до методов расчета. Вот, то есть то, что мы до этого обсуждали, это все было касалось стенс, касалось, значит, того, что мы хотим получать в своем моделировании. Теперь перейдем, собственно, к моделированию. Значит, какие методы расчета существуют и какие используются? Ну, есть, понятно, точные методы расчета, аналитические. С ними сразу скажу конкретные, есть, конечно, большая проблема, потому что аналитические решить можно далеко не все. Поэтому это, конечно, замечательно, точный ответ, но есть ограничения. Поэтому активно используют приближенные методы. Приближенные методы, значит, есть, какие методы приближения, например, геометрическая оптика, там, физическая оптика, то, что, опять же, наверное, со школы еще вы в каком-то виде слышали, по крайней мере. Также есть геометрическая теория дефракции, физическая теория дефракции, причем там много разных вариантов есть, этих вещей, но в целом, как бы, подход один. У всех этих методов есть некие в основе физические приближения, физические, повторяю, да, которые изначально говорят, что данный результат неверен, потому что сделано какое-то физическое упрощение. Но они позволяют зато решить задачу, как правило, побыстрее и, как правило, требуют поменьше мощности. То есть не требуют там каких-то больших кластеров. А вот, значит, строгие методы расчета, строгие методы расчета, вот они как раз-таки всегда требуют достаточно значительной, значит, значительных мощностей. Как раз этими методами решают задачи на кластерах. Значит, какие-то методы, например, методы интегральных уравнений. Ну, их на самом деле много, метод интегральных уравнений, там есть разные варианты, вот, допустим, Бубнова-Галёвкина, там, Боголюбова, просто Галёвкина, Витца и прочее-прочее. Много методов. Есть метод конечных элементов, в принципе, схожие, схожие с интегральными уравнениями, но немножко отличаются. Метод конечных разностей, который позволяет использовать преобразование, фурие преобразования в племяную область, в частотную. Значит, то есть подходы немножко разные, но так или иначе, все эти методы сеточные. Что это такое, мы тоже немножко скажем, пока дойдем до них. Начнем мы по порядку с аналитики сначала, да. Значит, в аналитических методах главная проблема, которая там есть, заключается в том, что аналитически решено очень мало задач, причем большинство этих задач модельные. Вот в этом была главная проблема. То есть, какие задачи решены? Допустим, дифракция на полубескочном экране, дифракция на проводящей диэлектрической сфере, вот в этом плане сфера это все-таки не модельный объект, а настоящий, она не бесконечная. Дифракция на клинии, Зуммерфельд там предложил своим методом, как раз функциями Зуммерфельдер, потом будет названа. Ну, там есть еще дополнение малюзовца, ну, не важно, тоже вот значит на клинии дифракция решена, дифракция на бесконечном цилиндре, ну, бесконечного опять же нет, а конечный цилиндр уже все, уже нет аналитики для него. Излучение из полубесконечного круглого и планарного волновода, то есть, опять же, только для бесконечных волноводов, а когда они, значит, какой-то разумной длины, уже решение опять не строгое. Вот, ну, и там есть еще несколько специфических случаев частных, которые там тоже получены. Ну, то есть, как видите, в большинстве своем данные задачи, они являются, в общем-то, модельными. И, значит, что с этим делать? Да, мы получили точный ответ, да, нам не требуются какие-то большие мощности, мы видим, в общем-то, строгое решение, но при этом непонятно, что с этим делать, потому что это, ну, бесконечного цилиндра не бывает, и, соответственно, что, куда это применять потом, да? Поэтому, здесь, конечно, главный недостаток, в том, что мало задач, в том, что, кстати, еще один момент, что большинство решений подобного типа представлены в виде бесконечных рядов. Вы в виде на матанализы как раз на первом курсе проходите, да? Так что, наверное, уже знаете, то есть, по факту, чтобы сосчитать даже ряды, вам все равно надо где-то их ограничить. То есть, это уже как бы все равно будет какое-то приближение, на самом деле. Поэтому аналитическими методами используются нечасто, нечасто, почти всегда нужно пользоваться какими-то все-таки приближениями. Итак, начнем с физических приближений. В чем заключается приближение геометрической оптики? Ну, приближение геометрической оптики – это принцип Ферма о прямолинейности распространения лучей света. Ну, и все связаны с этим законом, законоправмения, отражения, там, Снеллиуса, формулы Френеля и прочее. И, в принципе, вот такой простой вещи можно построить теорию, которая дает ответы в каких-то случаях. В принципе, задачи на геометрические тела довольно часто можно решить вполне неплохо этими способами. Вот здесь, например, показано решение прохождения волны через трехслойную геометрическую пластинку. Вот геометрическая пластинка, вблизи нее стоит дипольчик, излучает, и, соответственно, смотрится поле после такой пластины. Мы видим, что строгий метод и геометрическая оптика дают почти схожий результат. Вот есть немножко возмущение вдоль оси, как раз по центру, который дает из-за краев. А геометрическая оптика об этом ничего не знает. Почему? Потому что у нее, в принципе, нет ничего о дифракции. Она ничего не знает о дифракции, геометрическая оптика. Мы с вами знаем, что, конечно, на краях всегда дипракционные эффекты возникают. Они как-то влияют, меняют поле, обычно портят, редко что улучшают. Тем не менее, значит, геометрической оптики этого посчитать нельзя, но, как бы, я задачу все-таки посчитать можно. Соответственно, там, расчет отражения каких-то больших поверхностей, если нужно, и, первое, конечно, диэктрические какие-то тела, у которых все-таки дифракция сравнительно невелика на краях. Так, следующий метод физической оптики. Значит, метод физической оптики, что он использует? Ну, во-первых, конечно, принцип гибнцепренеля вторичных источников волн, интеграл Киргулфа, соответственно, из этого как раз записаны, из этого принципа напрямую, ну, там есть прямой Киргов и Котлера, там, уточнения различные, да, но суть все равно в том, что в данной методе есть какое приближение, во-первых, значит, первое приближение заключается, собственно, в принципе гибнцепренеля, а второе заключается в том, что когда мы смотрим дифракцию на каком-то конечном объекте, мы видим, что поле в отсутствии, допустим, ну, это отверстие в экране, да, а мы говорим, что поле в отверстии, оно ровно такое же, какое было, когда не было вообще экрана с отверстием, а это, конечно, не так, краевые эффекты влияют и это, конечно, из-за этого как раз возникает весь цирбол. Но, тем не менее, в рамках физической оптики можно посчитать много задач, хотя тут есть тоже ограничения, то есть это высокочастотное приближение, это, значит, да, оно, как раздает ошибочный результат в области тени и полутени, но, тем не менее, можно считать рассеяние на больших гладких поверхностях, правда, небольших, ну, относительно небольших секторах углов, излучение разных антенн можно считать вполне нормально, да, и здесь, конечно, есть и преимущество, надо сказать, что все-таки метод физической оптики позволяет получить очень быстро ответ, потому что это надо просто интеграл сочетать, поверхностный интеграл, один, это все-таки гораздо проще, чем то, что считают строгие методы, и поэтому здесь не нужны большие веществительные мощности, относительно быстро можно получить ответ, который где-то будет правильный в чем-то. Ну, вот какие-то примеры я вам сейчас приведу, где физическая оптика используется, что моделировалось, например, да, нет, правда, с самих объектов немножко, да, ну, ладно, значит, слева на рисунке это диаграмма направленности излучения из открытого конца волновода, прямоугольного, и вот вы видите, что строгий расчет, и расчет по физоптике вообще совпадает абсолютно, ну, здесь диапазон до 40 градусов, вот до 40 градусов расхождения практически нет, физическая оптика дала абсолютно хороший результат, то есть, ну, пожалуйста, слева представлено излучение на уголке, что такое уголок, двугранный уголок, у нас есть одна поверхность, под 90 градусов в ней другая поверхность, и, соответственно, когда волна падает на одну поверхность, она отражается, возвращается обратно. Вот диаграмма расчетового уголка представлена на графике, и опять же видим, что в принципе физическая оптика дает достаточно близкий результат. Так что тоже вполне можно использовать в некоторых случаях. А вот случай, когда физическая оптика не работает, это сфера. То есть, вот проводящий шаг, строгое решение представленного большая болтанка такая частая, это строгое решение для проводящей сферы. Линия прямая, это то, что дает гематерическая оптика. Гематерическая оптика вообще ничего не знает о, как я сказал, о дифракции, поэтому она знает, что площадь течения сферы такая-то, и все. Соответственно, вот вам этот предел и есть. А по теореме о среднем, проинтегральную ЭПР, как раз она вот об этом и говорит, что ведут гематерические, предел гематерической оптики. А физическая оптика, которая тоже очень плохо чего знает про дифракцию, тем не менее, она колеблется около правильного значения гематерической оптики. Колеблется неправильно, но все-таки тоже колеблется там, где надо. Так что здесь использовать такой результат вряд ли можно, но по крайней мере в целом значение по величине своей довольно правильной. Так, следующий метод, который мы рассмотрим, гематерическая теория дифракции. Гематерическая теория дифракции создана Келлером и активно развивалась советскими учеными, Бравиковым Киндером в 20-м веке. Значит, это некая модернизация, попытка добавить все-таки в геметрическую... Она называется геометрическая теория дифракции, хотя она на самом деле по своей сути ближе все-таки в каком-то смысле ближе к физической оптике, потому что там тоже используется именно интеграут, но тем не менее здесь есть конусы рассеяния, то есть именно такое геометрическое представление о лучах используется при решении задач и таким образом решают задачи диаграммы направленности антенн, рупорных параболических антенн, расчет дифракции на больших каких-то телах, на отверстиях, на щелях тоже. Вот здесь представлена диаграмма направленности изучения кругового отверстия. То есть дифракция на круговом отверстии, посчитанное этим методом. В принципе совпадение очень даже хорошее. Но опять же вот здесь все-таки сектор углов не такой большой, 25 градусов. То есть чуть дальше пойдем, будет расхождение больше. Физическая теория дифракции. Вот этот метод надо отметить особо, потому что как раз именно благодаря созданию этого метода стелс-объекта. В 20-м веке советский физик Уфимцев, который потом уехал в Америку и там живет. Благодаря созданию вот именно этого метода можно вообще появились собственно стелс-объекты. Потому что все-таки физическая оптика дает достаточно небольшой сектор углов, в которых ответ можно считать правильным. Все остальное там что-то дает, непонятно что с этим делать. А вот именно некоторые уточнения введенные в физическую оптику, то есть собственно что там было добавлено? Добавлен некий контурный интеграл. То есть вот эту вот кромку, которую физическая оптика не знает ничего про не знает. Уфинцев предложил ее определенным образом просчитывать и благодаря этому контурному интегралу получилось существенно продвинуться. И вот здесь у меня на слайде представлен результат расчета по физической теории дефракции и строгим методом. Вот зелененька это строгий метод, а красненька физическая теория дефракции. Ну она в конце конечно улетела в бесконечность, но в принципе держалась долго, скажем так. То есть в отличие от физической оптики, которая где-то до 40 градусов додержалась даже ниже, даже меньше, а дальше уже пошли расхождения, то физическая теория дефракции позволяет просчитывать для больших углов. Поэтому собственно именно создание вот этой теории пошло стелс направлением как таковое. Поэтому у Финцева считается отцом стелс. Так, ну тем не менее все-таки есть ограничения у физической теории дефракции и конечно поэтому в реальности используют гораздо больше строгие методы все-таки. Значит в чем заключаются строгие методы, что они делают? Ну во-первых сначала нужно сделать некую дискретизацию на объекте, то есть создать на нем сетку. Объект представляется уже не в виде там какое-то сплошное тело с границей и какая-то неприемная поверхность, которую будем интегрировать, нет. Он представляет собой значит именно такую сетку чаще всего это допустим из маленьких треугольничков, ну могут быть другие формы, мелкие мелкие такие треугольнички, составленные вместе которые образуют вот как раз геометрию очень близкую к той, что мы изначально рисовали. Вот, поэтому создание сетки это вообще отдельная проблема на самом деле. У всех сеточных методов, а строгие методы они в принципе все являются сеточными, ну большая часть их являются сеточными. Создание сетки это особая проблема на самом деле. Вот, но здесь есть конечно какие-то свои преимущества, не просто так сказать, что мы получили проблему сеткой, дискретизацией, еще что-то. Значит конечно есть преимущества тем, что решение полученное оно максимально приближенное к правильному, смайль приближенное к точному ответу. При этом такие методы применимы для очень большого класса задач, то есть там нет ограничений на то, что там только высокочастотные, только там большие объекты, только если вы смотрите по нормали, там нет, тут уже пожалуйста, практически для чего угодно применяйте, ответы будут. Но в качестве недостатков конечно то, что требует очень много оперативной памяти. Мы сейчас поговорим немножко как они устроены. В связи с этим возникает еще определенный вопрос, который тоже с точки зрения науки, математики, развития математических методов интересна. Это оценка погрешности таких методов, как ее оценивать вообще в этом случае. вопросы устойчивости и исходимости этих методов, когда у нас решение гарантированно будет получено, когда найденное решение является устойчивым, когда не является. То есть это такие математические задачи, которые тоже здесь возникают активно. Значит, ну, некоторые результаты расчеты строгим методом. Вот сразу же хочу начать рисунка слева, расчет цилиндра. Вот смотри, вертикальный настоящий цилиндр, ЭПР в зависимости от частоты. Вот что такое высокочастотное приближение? Видите, с ростом частоты у нас есть колебания. Они, кстати говоря, колебания зависят от поляризации падающей волны, естественно. То есть на такой цилиндр вертикально падающая волна и горизонтально поляризованная волна, это дает немножко разные результаты, да, разные поляризации. поляризации, разные ответы значения ЭПР. Так вот, мы видим, что с ростом частоты все эти колебания исчезают, и обе поляризации фактически совпадают просто с физической оптикой. Поэтому вот, пожалуйста, случай, когда физическая оптика начинает работать, не просто давать какой-то результат, но дает точный результат. Правда, не будем заблуждаться, это когда речь идет об обратном рассеянии. Если даже на этих высоких частотах вы хотите именно диаграмму рассеяния посмотреть, двухпозиционную, физическая оптика даст уже неверные результаты снова. Вот, здесь еще сектор углов тоже важен. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, какие-то результаты физическая оптика тоже дает очень хорошие. Мы видим, что низкочастотная область и тут уже как бы никуда без строгих методов, потому что, конечно, колебания очень большие и, соответственно, надо это учитывать. Вот, например, такой горизонтально расположенный цилиндр тоже рассчитывался строгим методом и измерялся в компактном полигоне. Вот, на прошлом лекции рассказывали, да, у нас в компактном полигоне измерялся, мы видим, что расчет полностью совпал с экспериментом. Очень хорошее совпадение получилось. Но это неудивительно, когда экспериментальный стенд очень хороший, очень точный, ошибки маленькие. Когда у нас идеально проводящая тема, просто железяка, численные методы дают просто точный ответ. точный ответ. Там вообще не требуется уточнений и по-хорошему тут не требуется никаких дальше проверок и так далее. Из этого, кстати, возникает, что можно проводить численные эксперименты. Не только натурные эксперименты, но численные эксперименты в плане моделирования своих экспериментов, чтобы понять, где там возникла какая проблема, если нет, возникает проблема, например. Это уже немножко отходим от темы стелс-объектов, а уже снова к полигонам. Так, ну и конечно, наиболее такой вершина, наверное, самый такой апофеоз всех методов это симбиоз методов, потому что строгим методом считать очень большие объекты очень тяжело, очень тяжело. То есть строгие методы, они создают большие матрицы, там их ход решения получается так, я написал, да, что ну, в общем, там получается как, нужны, ну, я написал, что решение уравнений в области, которые представляются в виде разложения по базисным функциям, поэтому это такая огромная-огромная матрица, которая, конечно, потом занимает весь кластер и еле там шевелится, поэтому она требует большие объемы оперативной памяти, это не у всех есть, очень много нужна. Соответственно, в этом, конечно, главный недостаток, а вот если, допустим, мы знаем, что, скажем так же, физическая оптика вполне неплохо считает большие, очень большие объекты, проводящие, она считает неплохо, если они гладкие, да, соответственно, можно было бы такой очень большой объект, посчитать его некую гладкую центральную часть физической оптикой, а только вблизи кромок посчитать строгим методом, допустим, там, МОМом метод моментов или метод конечных элементов или еще каким-то строгим методом и получить ответ, ответ будет практически точный, он будет практически совпадать с чисто строгим, но при этом получен за какое-то адекватное время, все-таки, что важно. Вот, так что такие методы имеют большое-большое преимущество, но, правда, у них всегда, конечно, есть ограничения. Когда применим, когда не применим, сколько, где расположить в эту сшивку границы, ну и при этом, конечно, сама сшивка границы это очень сложная математическая задача. То есть границы, где мы решаем одним методом и другим методом, на этой границе нужно какое-то решение написать. Вот здесь возникает большая-большая проблема. Вот, но, тем не менее, вот тоже бывают такие методы, ими тоже просчитывают разные вещи. Ну, собственно, мы поговорили про методы, теперь поговорим о пакетах, пакетных решениях. значит, в стелс-технологиях, когда создаются различные стелс-объекты, можно использовать уже готовые мишени, вот мы сейчас как раз их обсудим. То есть, смотрите, методы, они, в принципе, ну, какое-то их количество есть, и на самом деле довольно много строгих методов, очень разное количество, но при этом, скажем так, всегда можно под конкретную задачу как-то оптимизировать определенный метод, взять его, какой-то готовый метод, и его немножко модернизировать, так, чтобы он был оптимальный под данную задачу. Ну, значит, тогда происходит потеря универсальности. Можно взять готовый метод моментов, или метод Бумнова-Галеркина, например, и им просчитать задачу, практически любую задачу, но он, конечно, не будет оптимизирован, то есть там какие-то задачи можно было бы решить быстрее, допустим, но тем не менее, вот эта универсальность, она, конечно, побеждает, побеждает все, поэтому при разработке стерс-объектов активно используют разные пакеты программ, которые, значит, электродинамические пакеты программ, конечно, которые позволяют смоделировать какую-то ситуацию, задачу и выдать решение, как правило, строгим методом, иногда не только строгим методом, и, значит, за разумное время мы получим не точный, но очень близкий к точному ответу. здесь представлены, значит, три крупнейшие, собственно, эти динамические пакета, это пакет эффека от компании Altaic, пакет, значит, CST Microwave Studio и пакетные решения от компании Ansys, это HFSS и Maxwell. Ну, вот три крупнейших пакета, значит, Maxwell тоже специальная такая программа, которая позволяет, она только низкочастотное приближение, поэтому там не универсальное, а вот, значит, FECA, CST и HFSS, они довольно универсальны, дальше, поэтому, как бы, так, их я указал, как таких наиболее известных. Ну, и потом есть некоторые пакеты, которые вообще-то не являются специфически электродинамическими, но в них тоже можно рассчитывать электродинамика, например, комсоль, комсоль, ну, там есть и другие такие, такого типа задачи, такого типа пакеты, которых тоже можно соцсчитать, да, значит, вот в этих трех основных пакетах FECA, CST и HFSS основной метод такой, значит, FECA основной метод метод моментов, интеринтегрального уравнения, и она предназначена для решения открытой задачи, то есть изначально именно для распространения волны в свободном пространстве и так далее. CST, в принципе, CST-MACWF-Studio, здесь метод FDTD, на самом деле некая его модернизация конкретная, но по большому счету так назовем это, и он изначально предназначен для антенн, для расчета антенн, хотя на самом деле там не только антенны, там можно рассчитывать и другие вещи, но в принципе предназначен в первую очередь для антенн. HFSS, там основной метод конечных элементов и предназначен для закрытой изначально, когда HFSS создавали, кстати, создавали не ANTIS, а QL-Packert вообще-то создавал программу HFSS, и когда она изначально создалась, она создавалась именно для расчета потерь в кабелях, для расчета микросхем, то есть очень такие внутренние закрытые задачи на самом деле, то есть мешали задачи передачи информации, передачи тока где-то на небольших расстояниях, но современный пакет HFSS позволяет тоже очень много всего, и в том числе открытые задачи решать, то есть не закрытые задачи означают, что у нас условно говоря есть какой-то пункт, откуда волна выбежала, она побежала там по волноводу или по проводам или еще что-то и прибежала в какой-то другой порт, вот, это закрытые задачи, значит современный HFSS позволяет решать открытые задачи, когда у нас тоже свободное пространство моделируется, вот, значит особо скажу про пакеты от компании Altair, почему, ну во-первых в сегодняшний момент FECA является безусловным лидером именно пакетных решений в этом плане, значит FECA это основной пакет электродинамики в рамках Altair, но у них там есть еще другие пакеты, да, но пакет FECA просто это является официально основной инструмент значит при моделировании используемой компании Boeing, то есть ну такая мировая компания да, они официально связывают, что это их основной инструмент моделирования антенн и значит проще электродинамических частей на самолете вот ну у компании Altair есть еще другие значит пакетные решения например там Winprop для расчета там вышек зон покрытия там распространение и передача информации там коротких волнов да для каких-то распространенных волн в городской среде например программа Flux которая позволяет моделировать разные приборы и там значит свойства ну там в принципе в том числе электродинамические приборы и их свойства но она уже как бы здесь не является специальной электродинамической издачей вот и есть такие общие пакеты Hyperwork и Simulab которые вообще мультидисциплинарные там много чего моделироваться одновременно в том числе это некоторые издачи электродинамики тоже решать можно но они конечно сильно ограничены то есть там именно на стыке определенных отраслей когда-то требуется да то есть связь допустим акустики и там тепловых каких-то вещей например да еще что-то в этом духе но в принципе она под электродинамику не заточена вот так теперь значит как устроены пакеты программ значит в принципе без каких-то ну так сказать безограничений оптимисты можно сказать что все они построены ну примерно одинаковые схемы там нюансы конечно есть всегда нюансы есть всегда но примерно значит схема следующая построение геометрии вначале то есть вы значит в этих пакетах не настроите геометрию то есть задач которые того объекта например строился объекта или там какой-то части его именно геометрии вы можете строить в самой программе в данном пакете вы можете просто импортировать геометрию из какого-то другого пакета где у вас построено который как раз графопостроители какие-то специальные там допустим автокад инвертор там solidwork и так далее то есть вы строите у вас где-то хранится чертеж объекта вы его просто засунули замечательно дальше надо задать источник собственно магнитной волны это или падение плоской волны или там еще чего-то рассмотрим после этого нужно задать параметры то есть должна быть частота этой волны какие-то параметры среды где вы это все рассматриваете в свободном пространстве или не в свободном пространстве ну и так далее да выбор методов расчета здесь же можно сказать да дальше значит задание требуемых величин то есть что вы хотите на выходе посмотреть распределение поля где-то значит какие-то диаграммы построить коэффициенты отражения узнать от материалов и так далее надо задать что вы хотите потом после этого строится сетка построение сетки это как я сказал отдельная задача это тоже параметры сетки как ее строить и так далее отдельная вещь и дальше решатель значит в чем главный плюс еще раз пакетных решений решатель строим уже не надо самим писать его мнение решатель строит потеря эффективности для некоторых задач но зато универсальность любую задачу можно просто взять готовый решатель и просчитать ну и потом конечно анализ результатов что вы там получили надо анализировать в любом случае так теперь немножко про каждый из этих этапов чуть-чуть последние геометрии модели значит ну как правило внутри данных материалов есть какие-то встроенные примитивы с помощью которых можно построить геометрию ну вот здесь например у меня есть скриншотик из программы FECO скриншотик из HPSS видно что там есть примитивы свои которыми можно набрать нужную геометрию построить ее значит и соответственно моделька готова да можно как я уже сказал импортировать из разных систем это очень удобно при этом конечно делается определенное упрощение помним вот я говорил в начале да что при моделировании все-таки вещь идет не о том что вы там что-то готовое куда-то взяли засунули в пакет нажали кнопку получился ответ нужно конечно всегда думать что какие упрощения можно сделать без чего можно обойтись и так далее дальше источники волн ну стандартные источники волн типа диполь плоская волна волноводный пол есть во всех пакетах часто есть тоже какие-то проволочные вибраторы источник задания диаграммы направленности распределение поля в виде как источник поля тоже может быть да ну какие-то специфические порты тоже могут быть значит здесь вот представлена рупорная антенна например вот у нее там снизу волновод ну волноводный порт сделан да то есть это волновод а дальше собственно расширяющаяся часть это сам рупор вот здесь диполь вблизи проводящей поверхности дипольчик да здесь представлен такой волновод с изломом ну такой степ степ да вот здесь порты тоже можно просто представить характеристики да вот это как раз типичная закрытая задача которую активно решаются в HFSS так ну источники вон там в принципе тоже понятно да дальше параметры расчета ну частота излучения там длина волны естественно динамики это главные параметры да дальше параметры моделируемой среды во многих пакетах есть своя встроенная библиотека и можно прямо из библиотеки взять допустим такой-то материал у вас вы хотите смоделировать не просто что у вас проводящее тело а что оно там именно золотая сфера допустим да и там еще какие-то вещи иногда это важно и какие-то вещи можно ну там допустим для нанофотоники да там очень важны какие материалы используются что сферка золотая или сферка там еще какая-то вот для них очень важно для радиолокации радиотехники радиофизики чуть меньше важно но тоже есть иногда потребность вот и выбор метода расчета выбор метода расчета у нас есть в трех рассматриваемых основных пакетах да которые я говорил есть основной метод но есть и дополнительные методы расчета которые тоже можно выбрать допустим в FECA помимо методов моментов есть реализованный метод физической оптики геометрической оптики геометрической теории дифракции физической теории дифракции метод конечных элементов FDTD то есть ну практически это полное разнообразие да можно решать приближенные методы можно другими строгими методами вот в HFSS тоже есть помимо основного метод конечных элементов есть FDTD имеется собственных волн собственных мод В CST-студии тоже есть метод моментов, метод собственных мод, то есть, в принципе, всегда есть еще какие-то альтернативные методы, как правило, у пакетных решений, хотя какой-то метод является дефолтным умолчанием. Дальше задаем требуемые параметры. Что мы хотим? Мы хотим какое-то распределение ближнего поля, например, где-то, или мы хотим какие-то коэффициенты отражения при волнении узнать от материала, или мы хотим узнать S-параметры, так называемые, то есть, прохождение волны из одной антенны в другую антенну и так далее. Какие-то параметры, все это задаем, чего мы хотим. Следующий этап — создание сетки. Значит, в большинстве современных пакетов реализуется создание неравномерной сетки. Равномерная сетка, с одной стороны, конечно, попроще, она для анализа попроще, она попроще для, собственно, создания ее, но она не совсем, конечно, оптимальна, потому что понятно, что есть зоны, допустим, там большая плоская поверхность, которую можно напилить большими кусками, ничего особо не поменяется. А есть места, которые требуют очень тщательного расчета. Например, вот здесь эта модель антенны, и, естественно, в месте возбуждения антенны, конечно, нужно использовать сетку более, ну, такое сгущение сетки там называется, да, то есть более частая сетка. А на больших поверхностях она, наоборот, сетка более такая с крупным шагом, да. Значит, при создании сетки, конечно, есть, опять же, наш любимый динамический параметр – длина волны, все привязано к ней. Хорошая сетка обычно – это порядка лямбда на 10, то есть одна десятая длины волны. Можно с более грубой сеткой считать, но там надо всегда смотреть, действительно, решение сошлось, устойчиво и так далее. Можно с еще более мелкой сеткой считать, но это уже, как правило, избитость, но в некоторых задачах может быть оправдано. Собственно, само решение задачи, как оно устроено. Значит, решение происходит автоматически, выбранным методом. То есть мы выбираем метод и автоматически что делает, собственно, данный пакет. Здесь важно понимать все-таки, что происходит, да, не просто кнопку нажал и получил ответ. А что там происходит? Значит, записываются граничные условия на всех поверхностях, какие у нас там есть в нашей рассматриваемой модели, да. Выбираются базисные функции, создается базис, по ним раскладывается, собственно, наша задача в том плане, что у нас есть сетка же, да. Есть для каждого треугольничка, для каждого элемента сетки, не обязательно треугольничка, именно элемента сетки. Значит, решение исходно-граничных уравнений раскладывается по выбранному базису. Дальше составляется матрица, ищутся коэффициенты разложения этой матрицы, ну и в конце пересчитывается уже то, что нужно, да. То есть мы получили, когда мы получим эту матрицу, решение ее, решение матрицы, мы уже можем пересчитать, какие вам нужны параметры, концентры отражения, там, любые поля, ближние, дальние, что угодно. Значит, также, вот это, значит, довольно типично для сеточных методов, но здесь есть нюансы, когда решение, то есть это вот решение интеграли, куда они так происходят, решением, в принципе, метод конечных элементов, примерно так же работает. А вот, значит, метод с временной областью, там, конечно, немножко другое, потому что там используется пересчет в фурре преобразования временной и частотной области, поэтому там немножко есть, конечно, нюансы. Вот, значит, и для сравнения, да, о нестрогих методах, вот, когда здесь мы создаем, там, какие-то базисы раскладываем и так далее, нестрогих методов, то есть физической оптики просто берем и решаем интеграл, вычисляем численно интеграл. И это, как правило, конечно, гораздо быстрее происходит. Почему эти методы быстрее? Вот, ну, значит, покажу некоторые примеры расчета, значит, там, моделирования в данных пакетах каких-то параметров. Ну, например, характеристики материала, да, коэффициенты отражения и, там, поглощения. Вот, у нас есть какой-то материал, берем образец материала, падает на него волна, нормальная, под некоторым углом, там, что мы хотим, и, собственно, мы считаем количественное отражение. Дальше, например, можем на какой-то сложной структуре, у нас там какая-то сложная геометрия, там, с какими-то диэлектриками, посмотреть рассеяние, посмотреть сразу диаграмму направленности, например, куда это все светит, куда рассеянет. Вот, пожалуйста, да. Значит, также, вот, характеристики материала, здесь результат расчета для некоторого материала, значит, здесь коэффициенты, ну, не очень понятно, какая где поляризация, ну, в общем, это просто две поляризации для одного и того же материала, собственно, расчет с синенькими, а красными – это формула примера, то, что дают, да, для бесконечного материала. Кстати говоря, здесь, пожалуйста, моделируется, можно моделировать, многие пакеты это позволяют, моделировать бесконечный слой материала, то есть задать периодические условия, смоделировать некую ячейку, задать периодические условия, так что, как бы, программа понимает, что это дело нужно продлить в бесконечность и, таким образом, получить характеристики от бесконечного слой материала. Собственно, принель, он для бесконечного материала, да, вот, ну, это аналогичная вещь, смоделированная в ЭЧФС, например, да, толщинный резонанс для, здесь, видимо, 4, видимо, здесь 4, 4-слойный материал, вот, 4 слоя, и сейчас 4, вот, видно, пик там, еще есть край один, 4 пика. Вот, тоже периодические условия ставятся. Дальше, например, характеристики антенн. Ну, вот, есть некая антенна, ее коэффициент усиления моделировался, и диаграмма направленности в одной и в другой плоскости, ну, главное сечение ее, в одной, в Е-плоскости и Ваш-плоскости. Вот, вы видите, тоже характеристики, пожалуйста, смоделированные очень точно, да, ну, на одной частоте, какой-то здесь приведена диаграмма. Можно смоделировать какие-то сложные антеннки, вот, видите, например, пружинка на проводящем диске. Вот, то есть, ну, объекты тоже бывают, собственно, разные. Так, значит, ну, тоже, это же антенна, да, вот, как она излучает в реальном времени. Это не реальное время, это в зависимости от частоты, получается, в зависимости от частоты, как меняется ее диаграмма. Да, вот, так, хорошо. Поехали дальше. Еще какие объекты? Ну, вот, например, прохождение волны через линзу. Результаты численного моделирования. Вот у нас есть линза, диэлектрическая, да, волна падает, после линзы видим такой прожекторный луч. Здесь вот, когда мы смотрим, то есть, это стационарный случай, да, распределение амплитуды. А если мы смотрим конкретно, как по времени меняется амплитуда, да, то вот здесь прямо хорошо видно на этом рисунке, что здесь была сферическая волна до линза, а после линзы получился такой плоский фронт. Вот. То есть, ну, пожалуйста, вот какие-то, значит, такие вещи можно моделировать, например. Так, ну, вот дальше, например, результат численного моделирования в консоль. Здесь сфера, прохождение волны, Топорская волна проходит по сферу, ну, по сфере, как тут взаимодействие происходит. Вот. Ну, такие вот разные, значит, вещи. Ну, и если возвращаться все-таки к нашим стерс-объектам, например, летательным аппаратам, да, то, ну, просто, чтобы так немножко тоже обозрить, в плане обозрить, на тех же самолетах очень много различных антенн для навигации, для связи, много проблемных звон в плане отражения. Вот, например, вот вертолет, да, можно его взять и, в принципе, ну, целиком просчитать довольно сложно, но можно и целиком на каких-то частотах, на какой-то мощной машине, можно и целиком, наверное, просчитать. Значит, с точки зрения рассея, что он будет давать, да. Также, вот здесь, например, самолет, это, значит, для навигации, навигационная антенна там сзади стоит, для связи антенны в килях самолета стоят. Это все как-то нужно мотылировать. То есть, ну, на самолет, понятное дело, что никто в современном мире не поставит просто так на самолет какую-то штуку, ее сначала нужно просчитать, потом, значит, сделать, потом уже проверить экспериментально, что сделанное соответствует расчету. Вот. Или там доработать, может быть, еще как-то. Ну, в общем, современный процесс, он так вот устроен, поэтому тут нужны, конечно, пакеты, нужны расчеты, нужны методы расчеты и нужны специалисты, которые будут этим всем заниматься. Вот. Ну, на этом, собственно, все. Здесь есть некоторые вопросы к аудитории. Желающие могут для себя их прочитать, ознакомиться и ответить себе на эти вопросы. Так, ну, собственно, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok